ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД Расскажите поподробнее, что происходит, давно ли это началось И часто ли вообще в сфере ЖКХ приходится еще и с этим сталкиваться? Да, на самом деле в сфере ЖКХ это происходит часто, скажем так, это недобросовестные конкуренты Как правило, мы со своей стороны, у нас есть золотое правило, мы никогда не комментируем другие управляющие компании, их работу, но, к сожалению, они прибегают к таким методам, раскидывают листовки, пишут, что управляющая компания банкрот. На самом деле мы всегда открыты. Жителям сообщаем, что любой из собственников может позвонить нам, уточнить информацию, зайти на сайт арбитражного суда, там все будет видно, что управляющая компания не банкрот. И, соответственно, можно дальше жить спокойно и ни о чем не переживать. Очень часто пишут, что покупают старших по домам. Вот как раз-таки живой пример. Недавно разместили листовки, что старшая по дому, милая, добрая женщина, она мошенница, специально перевела дом, получает откаты. Она была вынуждена написать заявление в полицию, не зная, чем дело закончится. Опять же, это конкуренты. А люди верят вот в это? Это какими-то объявлениями на домах распространяется? Основная часть населения верит, которые не понимают, не разбираются. Мы знаем, что в этом доме живет она, она наш председатель. Написали, путь будет так. Разбираться никто не будет. То есть, вот эти вот все способы просто написать какое-то заявление, ну, объявление, типа там, кляжу, это все работает. Это недобросовестная борьба. Завтра прийти во двор и сказать, уважаемые собственники, посмотрите, ваш председатель увела вас в какую-то управляшку, они мошенники. Мы добавили, что они банкроты, давайте подумаем, переходите в другую. И, соответственно, дальше по незнанию жители подписывают бумаги под смену совета дома. А на самом деле они подписали документы о переходе в другую управляющую компанию. То есть еще и такое есть? Есть. Подложить не те документы на подпись, собрать все это собрание, да? Да, даже я, будучи сотрудником управляющей компании, у меня не всегда есть свободное время читать. Читать документы, с которыми мне пришли. К вам прибежали? Девушка, председатель устала, давайте поменяем себе дом. Да дай бог, чтобы наш дом жил и процветал, чтобы кто-то что-то в нем делал. Согласны? Ну, возможно. Да, невозможно, да, 99% так и есть. А на кого поменять, потому что ведь чаще всего там и так какие-то люди уже есть? Иванова Мария Петровна, она живет в 45-й квартире. Она недавно переехала, хочет приводить дом в порядок. Вы не знаете каждого соседа, и вы согласны? Вы уже согласны? Ну, почти. Я бы вот лично, наверное, нет. Я помню, тут недавно, ну, как недавно, год назад приходили тоже сотрудники управляющей компании, просили подписаться под переходом на прямые договоры. Как я не пытала эту женщину, сотрудницу, управляющую компанию, что мне лично это даст вообще? Ну, не знаю, почему я это должна делать. Все сводилось к тому, что дом перестанет копить долги, и там что-то такое, какие-то очень эмоциональные вещи. На самом деле, не дом перестанет копить долги, а перестанет копить долги управляющей компании. И на эти деньги, которые она сэкономит, она будет выполнять работы, которые необходимо выполнять. На самом деле, вот с этими объявлениями, с этими бумажками, очень интересная история. Мы перестали верить красивым глянцевым бумажкам, которые нам вывешивают объявления, какие-то конторы. Но мы почему-то верим безграмотным, написанным от руки, на каких-то газетных вырезках и тому подобных бумажках. И вот на этом и работают. Вывешивают объявления вроде как от какого-то собственника, который недоволен работой совета дома, недоволен работой существующей управляющей компании. И вот этой бумажке люди верят. Вот именно так они поступают. Причем самое интересное, таких компаний в городе, а у нас ведь много управляющих компаний. Выбор большой, и красный, и белый, и мягкий, и пушистый. Потому что таких управляющих компаний немного, которые нечестно себя ведут неправильно, но они, знаете, как ложка дегтя в бочке меда. И как раз из-за таких компаний в обществе такое негативное отношение к управляющей компании в сфере ЖКХ вообще. Есть ли рецепты вообще? Что с этим можно делать? Как вы противостоите тем, кто пытается бороться с вами, пытается, я не знаю, там, уводить дома, сеять склоки? На самом деле рецепт-то очень прост. Тесное взаимодействие. То есть вот на уровне вытянутой руки, Евгений Сергеевич всегда применяет эту фразу, тесное взаимодействие с советом дома и председателем многохвартирного дома. Мы не можем играть в одни ворота. Есть совет, есть председатель, все вопросы решаются только с ними. В каждом доме есть недовольный житель. Это везде. Это в принципе в любой сфере. Хоть кто-то чем-то недоволен. Угодить всем невозможно. Ты накопил долги, на вас подали в суд за оплату коммунальных услуг, все. Управляющая компания уже плохая, потому что мы подали в суд. А до этого он жил спокойно. Вчера как раз-таки случилась такая ситуация. Все было хорошо, замечательно. Мужчина-руководитель одной из структур в городе. У него небольшая задолженность. Естественно, мы подаем в суд. И вот вчера он в телефон говорит, вы подали на меня в суд, я буду поднимать вопрос о смене управляющей компании. Но мы же оплачиваем этой структуре его услуги. Мы такие же люди. Мы пользуемся связью, мы пользуемся электроэнергией. Всем-всем. Везде. А какие-то разумные доводы вот в таком разговоре? Никаких. Никаких. Ну это просто не работает? Не работает. И человек уже четко, когда звонит в управляющую компанию, если он хочет ругаться, он ругается. А есть такое понятие потребительский экстремизм или терроризм, да? Вот это в вашей сфере тоже существует? Существует. Он, наверное, для ЖКХ придумал. Евгений, вот вы улыбаетесь. Это прямо что-то какое-то больное место. Ну да, это больное место, потому что потребители, они чаще экстремисты. По отношению к управляющей компании, в образ управляющей компании, к сожалению, образ управляющей компании – это всегда не чистый на руку предприниматель. Ни разу никто не сказал, что ЖКХ это хорошо. Никто. Ни власть, ни люди. Сложно с этим поспорить именно на уровне ощущений. То есть никто не приходит, не смотрит в бухгалтерию, там еще что-то. Как раз все пытаются посмотреть. Никто ничего не понимает, но все пытаются посмотреть, сказать, что умнее, лучше, профессиональней. Никогда никто не разбирается. Почему и близко, когда совет дома, когда ты с ними в диалоге, а не монолог получается, когда ты стучишься в закрытую дверь. Когда дверь никто не открывает, то есть дом ничего не получит. Если совет дома не слышит или не хочет слышать, то тогда у управляющей компании связаны руки. А если идет просто реально, что вы мне должны, то у нас есть свои права. У нас есть и обязанности, но у нас есть и права. Они закреплены у нас. Поэтому мы за свои права-то точно будем бороться. Поэтому, когда идет какое-то потребительское отношение от людей к управляющей компании, мы с этим вынуждены и будем бороться. И мы будем всегда настраивать диалог, потому что без диалога не будет хорошей работы. А как вообще существует одновременно непонимание многих процессов людьми простыми, которые с головой не погружены в сферу ЖКХ? И их потребительское отношение, требования, они знают вообще, чего требуют? Или это просто какие-то эмоциональные выбросы? Чаще всего потребительское складывается из общепринятого СМИ. Они ведь, бывая от СМИ, раздувают яркие вывески, красивые какие-то лозунги. Что под ними скрывается, никто ведь этого не читает. А кто-то, чаще всего ведь, что вы меня учите, я смотрю центральные каналы. То есть первый канал, все, притча во языцах. Если сказали по первому каналу, значит так и должно быть. Никто ведь не разбирается, какая норма права под этим стоит. Что должна управляющая компания, как она должна вести себя в этой ситуации. Просто в новостях за кружкой чая перед выходом на работу человек услышал, что ему должны что-то. Все, дальше он не разбирается. А если он еще на каком-то уровне, то есть он в социальной лестнице стоит, не простой рабочий, а, например, начальник. Он приходит на работу, что он делает? Так, короче, выясните, позвоните. Я, вот мне должны, управляющая компания. И все. И начинается, как вот Юлия Игоревна сказала пять минут назад, то есть руководитель какого-то уровня оказался недоволен тем, что он не платит за услуги ЖКХ. Вот суть-то ведь сводится к этому. Ну, вообще звучит парадоксально. Ну, если разобраться, это так. Это так. Он недоволен тем, что он не платит. Все. И отсюда возникает вот этот конфликт. И мы всегда стараемся его сгладить. Не всегда получается, потому что иногда эмоции зашкаливают. Как у людей, так и у нас. Управляющая компания «Мегаполис» с 2014 года на рынке, у вас домов сейчас сколько в управлении? 101. То есть на сайте актуальная информация. Да, за 2019 год к нам перешло 25 домов. А сами приходят все-таки? Да. Принцип работы простой. Жители приходят сами, никого мы не ищем. Мы стараемся показывать свою работу качеством. Сарафанное радио. Мы никогда не вешаем листовки. Пожалуйста, приходите к нам, мы вас ждем. Нет, исключительно сарафанное радио. Можем, стараемся. О чем рассказывают жильцы, когда приходят к вам и говорят, что мы хотим под ваши крыло теперь. Все. Жильцы. Все плохо. Все плохо, они говорят. Все плохо, наша управляющая компания нас не слышит. Вот я считаю, что самая главная проблема – это нет контакта. Отсутствие контакта управляющей компании и собственника. То есть они приходят, не с кем поговорить. Их не слышат. Или идите. Мне нужно заменить лампочку. А вы идите в этот кабинет. Заходят в этот кабинет. Пожалуйста, пройдите в этот. Нет, не сюда. Зайдите еще туда. Жителям нужно что? Все в одном месте. Чтобы меня приняли. Не важно, кто это будет директор, заместитель, мастер. Без разницы, кто будет сидеть на месте. Самое главное, чтобы заявка была принята. Для этого у нас всегда сидит в офисе и на телефоне 24 часа диспетчер, который принимает абсолютно все заявки. Не важно, что бы ни происходило. В любом случае, жителям нужна обратная связь. Они не требуют чего-то сверхъестественного. Они не просят посыпать золотом их дома. Нам нужно, чтобы у нас горел свет. Нам нужно, чтобы у нас не пахло канализацией, не было утечек в подвале. Чтобы была чистая придомовая территория. Помыты полы в подъезде. Все. На самом деле, если прям глубоко вникать, вот эта вся огромная машина, она строится на этом. Тесное взаимодействие и выполнение вот этих мелочей. Им больше ничего не нужно. Ну, естественно, я не говорю о том, что мы не должны их ремонтировать. Мы их ремонтируем. То есть минимум мы им даем, а дальше все идет с советом дома тесное взаимодействие. Мы осматриваем дом, видим, что у нас развалилось крыльцо, бежит крыша, и начинаем ремонтировать. Все. Мы с ними разговариваем. Как правило, лично мой сотовый телефон, если мне кажется, у каждого второго жителя. Я всегда отвечаю на телефон. Это самое главное, это основа. Это действительно основа. Пишут иногда, куда поставить лопату в подвале вечером. Я отвечаю. Я отвечаю, им это нужно. Как только, я всегда говорю, как только мы потеряем связь с собственниками, мы потеряем работу. Они не будут нас слушать, они не будут нам верить. Мы не пытаемся их обмануть. Мы почему и не ввели приемные часы? Пожалуйста, приходите в любое время. Кто-то отпросился с работы. Кто-то подменился на работе. Пожалуйста, приходите. Соответственно, не смогли прийти. Общаемся в телефоне. Куча социальных сетей. Везде. Мы сделали работу в подвале. Я старшему скидываю фотографию. Было до, стало после. Завтра собрание. Алеша спрашивает. А вы ничего не делали? Вот тут начинает работать совет дома. Совет дома председатель, который говорит, ребята, это не так. Мы работали, но вы не видели. Это все происходит в подвале. На самом деле, очень много работ, которые не видят. Красота это делается в последнюю очередь. Сначала у нас, чтобы в подвале ничего не бежало. Дальше уже выходим на улицу, что-то делаем. Какую-то красоту. Ну, кстати, да, это важная вещь. Показывать людям то, что они там даже просто по объективным причинам не могут увидеть, чтобы они не считали, что ничего не происходит. У нас есть председатели, которые не могут зайти в подвал, они боятся. Кто-то боится, кому-то не хочется, кто-то очень брезгливый. Поэтому только так. Показывать фотографии. А как вы к этому пришли? И вот там, когда вы начинали в 2014 году, у вас уже было понимание, что нужны эти контакты? Или это был путь ошибок? Это жизненный опыт. Да, это жизненный опыт. Да, на самом деле, это жизненный опыт. Мы ведь в коммуналке-то не с 2014 года, а каждый из нас. Мы давно, я вот 2007 года в коммунальной сфере. Это действительно очень интересно, очень много происходит изменений, что-то меняется, что-то добавляется. Появляются раньше, если было управляющих компаний, всего три. Потом 21, потом 27. Сегодня более 100. Сегодня более 100, и каждый пытается тянуть на себя одеяло. Ну, здесь мы не спорим и не пытаемся доказать им что-то. То есть мы работаем. Мы действительно работаем. Мы доказываем своим жителям, что мы можем и что мы умеем. И можем содержать ваш дом в надлежащем удовлетворительном состоянии. Всё. А если у жителей не верят, им не нравится, что бы мы ни делали, они в любом случае примут это решение. Ну, это проблема масштабирования существует такого. В сфере ЖКХ. На самом деле, возможность разговаривать с каждым собственником на «ты» есть у маленьких, либо средних организаций. Там 50-100 домов. Чем больше компания, мне это удивительно, чем больше компания, как только руководитель компании перестаёт вспоминать, какой же у него дом всё-таки есть, а какого у него дома нет, сколько бы у него сотрудников не было, вот такое отношение к собственникам уже не будет никогда. И вот появление многих-многих компаний из трёх существующих ранее, это как раз процесс эволюции. Потому что чем больше конкуренция, чем больше компаний хороших и разных, тем в конечном итоге для собственников лучше. Потому что качество обслуживания улучшается, качество управления улучшается, и отношение к людям становится человеческим отношением. То есть вот мы знаем каждого своего председателя в лицо. Они у меня записаны себе на телефоне, даже с днём рождения всех поздравляю. Вот до того доходит. А если крупная компания, 300-400 домов, некоторые даже не знают, а где у нас такой дом-то, где он стоит? Что это за дом такой, по какому адресу? Ну, такие вот проблемы. Часто приходится слышать мысль, что наоборот проще всё в одни руки собрать, и это будет более управляемо со стороны городской администрации. Например, то есть если будет одна крупная компания, будет за всё отвечать, будет там один начальник, с которого город будет за всё спрашивать. Ну, вот получается, что всё-таки пусть будет много цветов. Для власти проще, когда спрашивать с одного. То есть для администрации города, конечно, проще контролировать кого-то одного. Для людей? Но для людей получается проще, чтобы управляющая компания была ближе к ним. То есть тут, как бы это ни звучало, может быть, но людям важно знать, что они кому-то нужны. А власти важно контролировать процесс. Это разные точки зрения. Вот и всё. То есть никогда не будет власти интересной, когда будет много управляющих компаний. И также точно никогда не будет хорошо людям, когда будет одна управляющая компания. И каждый по-своему прав. И каждый будет по-своему свою точку зрения отстаивать. Вот и всё. Но в этом и прелесть конкурентной борьбы рынка. То есть рынок диктует такие условия. Есть спрос и есть предложение. Если со стороны людей есть спрос, соответственно, появляется предложение. Количество управляющих компаний растёт. И управляющие компании стараются быть ближе, более оперативно решать вопросы. И они меняются. Вот и всё. У нас, да, больше сотни управляющих компаний, недобросовестных, вы сказали, ну, там, единицы, да. А что бы вы могли назвать в качестве критериев, вот чтобы простой человек мог там как-то понять, если он хочет, ну, если чувствует, что действительно всё плохо, а не то, что он должен кому-то, должен за ЖКХ, и поэтому пора менять управляющую компанию, да. А каким образом ориентироваться вообще в этой сфере, вот, ну, просто людям? Пользоваться какими-то, не знаю, там, рейтингами, устаревшими на сайте МинжКХ, например? Нет, на самом деле при выборе управляющей компании я считаю, что нужно всё-таки исходить от мнения жильцов. Сарафанное радио. Да. Я как руководитель могу прийти рассказать о себе всё, что угодно, какая я замечательная и хорошая. Правильно? Я не могу себе сказать, что я плохая. Я не могу сказать, что управляющая компания такая-то. Не ходите к ней, она плохая. У каждой управляющей компании есть сайт. На сайте есть список домов. Я всем говорю, когда провожу собрание, пожалуйста, заходите. Вокруг вашего дома такой-то, такой-то, такой-то дом. Идите. В каждом доме прикреплён протокол, где есть председатель дома. Всё доступно. У нас сегодня всё доступно, в принципе, у всех. Пожалуйста, идите, разговаривайте. Как правило, люди ведь так и делают. Они для себя определяют круг из 10 управляющих компаний и начинают спрашивать. Пришли на этот дом, как они вам? Пришли на другой дом, как они вам? Из этого и выбирают. Смотреть по тарифам. Тут меньше, тут больше. В любом случае, если я захочу, чтобы пошёл ко мне дом, как делают другие управляющие компании, я буду ставить тариф ниже. Но это неправильно. Есть опыт. Мы, когда берём дом в управление, мы всегда его осматриваем. Подвал, чердак, подъезды, внешний вид, территория. Мы всё просматриваем. И исходя из этого, мы считаем тариф, опять же, из опыта. Если здесь нужно вкладываться, да, и нужен нам с вами тариф 19 рублей, мы не дадим вам 16. Пусть вам даёт кто-то 16, но мы не сможем вам дать. Потому что нам завтра смотреть в глаза, и вы с нас будете спрашивать, почему дворник не прибирается. Вы же попросили тариф поменьше, поставили ему зарплату тысячу. Никто не пойдёт работать за тысячу. Соответственно, исходя из этого, и будет вкладываться тариф. Что мы хотим? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я всегда это говорю. Вы вообще, конечно, сейчас предлагаете такую вещь, куда нужно двигаться, и чего мы до сих пор не умеем, это вот общение. Общение. Горизонтальное между людьми просто. Не только, да, с управляющей компанией, просто с соседними, то с людьми. Это очень просто. Это действительно просто. У нас есть люди, они рассказывают. У нас науков таких почти уже нет. Вы приходите во двор чисто, да? Уже плюс управляющей компании, которую вы хотите выбрать, которая у вас-то в голове отложилась, что, может быть, мы перейдём к ней. Заходите в подъезд, ещё и подъезды отремонтированы, сделаны крылечки, ничем не пахнет, замечательно. И тут же уже начинаете разговаривать с жителями. Это ведь действительно очень просто. А когда вы выбираете управляющую компанию, потому что у неё низкий тариф, не будет ничего у вас хорошего. Но она просто не справится. Что бы она ни говорила, не справится. У нас вот ситуация, да? Сегодня утром пришли на работу, с 1 августа включают дом в лицензию. Кто-то из умников просто пролетел на машине и снёс подпорную стенку. Представляете? Это что за стенка? Во дворе подпорная стена. Ну, он есть фотографии. Из бетонных блоков огромная подпорная стена. Сегодня решается вопрос о включении дома в нашу лицензию. Всё. Ну, всё, беда. А если бы я поставила тариф 12 рублей, что бы я стала делать? Сегодня уже придётся им помогать. И поверьте мне... Это что-то вроде забора, да? Это подпорная стенка, которая держит лестницу. Она сложена из фундаментных блоков, и они по этой лестнице выходят на улицу. Двор тупиковый. И какой-то умник ночью просто на машине снёс её. И лестница пришла в непотребный вид. И поверьте мне, никто не будет бороться за этот дом. Он сейчас никому не нужен. Туда надо вкладываться. Это вот сегодня утром. Поэтому только-только исключительно отзывы, общение с жителями. А данные о долгах управляющей компании? Потому что ресурсоснабжающие компании часто публикуют какие-то рейтинги злостных, либо неплательщиков, либо наоборот топ самых дисциплинированных. Ну, у нас все дома на прямых расчётов. У нас нет никаких долгов перед ресурсниками. Прямые договоры. У нас все. В 2016 году мы приняли решение о переводе домов. Тогда ещё были прямые расчёты. С 2019 года прямые договоры. Жители напрямую платят за воду, свет, отопление. Почему мы это сделали? Потому что копятся долги. Жители их копят. Они не платят. Управляющая компания волей-неволей со временем становится банкротом. Ресурсники взыскивают. Но мы не брали ваши деньги. Нам их даже не дали, чтобы вам перечислить. Поэтому множество управляющих компаний уходит на прямые договоры. Для того, чтобы спокойно жить. То есть, если я пытаюсь выбрать управляющую компанию для своего дома, интересно вообще поинтересоваться у меня, у самой сейчас, прямые договоры или нет? Ну, у вас сейчас, скорее всего, прямые договоры. У большинства, да. То есть, рейтинги по долгам мы уже практически исключаем для ориентиров. А что ещё? Кроме тарифа, наверное, которым мы поинтересуемся. Тарифы в любом случае будете интересоваться. Вы должны понимать, за что вы будете платить. Мне кажется, при выборе новой управляющей компании, интересно было бы зайти в саму управляющую компанию. Какой у них офис? Какие в этом офисе работают люди? Как они вас встречают? Разговаривают ли они с вами? Или просто перенаправляют 10 раз из кабинета в кабинет, пытаясь найти нужного сотрудника? Вежливые ли они? Рады ли они в Анополицу? Видно? Рад человек вашему приходу? Или он думает, ну, господи боже, опять кто-то ходит к ним? Ой, стереотип, вот это вот вторая женщина чаще. Управляющие компании, как и вся сфера ЖКХ, постепенно становятся клиентоориентированы. Все-таки, какими бы нас не считали, какими бы нас не считали костными, вот как раз вот этот стереотип становится клиентоориентированным. И многие управляющие компании, в том числе и наши, приходят на, скажем так, поворачиваться к людям лицом. Потому что человек приходит со своей проблемой. У него проблемы, и он не знает, как ее решить. Может, у него авария какая-то случилась. Может быть, случились какие-то проблемы с документацией, которые он просто не знает больше, где найти ответ на свой вопрос. Он приходит управляющая компания. Если управляющая компания пытается эту проблему решить, и решает эту проблему, то это хорошая управляющая компания. А если эта управляющая компания говорит, извините, кто вы такой, вообще не в нашем управлении, мы вас не знаем. И даже если в нашем управлении... Денег нет, спасибо. Да, денег нет, вы держитесь. То это плохая управляющая компания. Вот, наверное, это самый правильный способ определения хорошей управляющей компании. Прийти и посмотреть. А вот сейчас еще ходить-то многим лень. Вы уже, Юлия, сказали, что телефон ваш есть у всех. Чем вы еще пользуетесь для того, чтобы быть поближе к людям? Как вам можно написать? И куда вы еще в этом направлении будете двигаться в доступности для людей? На самом деле, жители пишут на электронную почту, звонят по телефону. Есть группа ВКонтакте. Но на летний сезон мы ее временно закрыли, потому что идет сезон отпусков. Она есть, мы публикуем новости, мы закрыли ее от комментариев. Действительно, такой идет сейчас масштабный рабочий процесс. Очень много домов пришло, безумное количество ремонтов. Мы стараемся выполнить все свои обещания. Один сотрудник в отпуске, второй тоже в отпуске. Мы не успеваем всегда вовремя отвечать. А жители не понимают, что группа ВКонтакте, она больше информационная. Они иногда пишут, у меня топит квартиру. Я не заходила сегодня ВКонтакте, мне было некогда. Поэтому мы ее закрыли, и кто-то пишет в личку. Я объясняю жителям, что вот такая ситуация, мы действительно закрыли ее. В основном звонят по телефону. Кто-то пишет в WhatsApp, кто-то в Viber, где угодно. Очень часто в личные сообщения ВКонтакте. Я в свое время пыталась закрыть страницу. Юлия Игоревна, что вы сделали? Откройте. Откройте, пожалуйста, нам надо общаться. Вот таким образом общаемся. А есть какие-то идеи, как еще повышать свою открытость? Вот именно там в интернете? Я считаю, что на сегодняшний день мы открыты на 100%. На 100%. Каждый сотрудник, который находится в офисе, он отвечает на сотовый телефон, он переписывается в Viber. У нас действительно огромная команда, которая понимает друг друга, которая дополняет друг друга. Без этого вообще никуда. То есть я думаю, что мы не вышли бы на такой уровень, на такое количество домов, если бы не огромная наша команда. Мы одна и огромная семья. Мы действительно одна огромная семья. Мы не то что... Доброе утро, Артем Викторович Евгений Сергеевич. Да, мы пришли. Здорово. Все. Все общаются так. Мы вместе ездим отдыхать три раза в год. Мы где-то расслабляемся. Не то что там уехали, все упали, а просто отдыхаем. Это нужно в нашей сфере. Здесь вот я всегда говорю, знаете, кнут и пряник. Именно так. Да, мы можем ругать, но здесь должен быть противовес. Очень тяжелая, безумно тяжелая сфера, психологически, морально тяжелая. Вот по поводу отдыха и многочисленных вот этих вот каналов коммуникации, где ты должен по долгу работы просто отвечать всем. Наверное, у людей, ваших сотрудников бывает запрос на какой-то там цифровой детокс или что-то такое, потому что, ну, невозможно все равно постоянно быть доброжелательным, когда вот чаще всего уже звонят с проблемами, это там стресс, ты вынужден это решать. Мы ведь не святые. То есть, у нас сейчас сложится впечатление, что мы там просто идеальные, мы там полубоги. Нет, мы обычные люди. Мы тоже кричите на людей в ответ. Мы тоже кричим, мы тоже кричим. Я могу просто чуть-чуть повысить голос, человек будет, а что вы на меня кричите? Ну, все. То есть, тут это есть, все равно есть. Есть нервные срывы там, кто-то устает, не выдерживает. Все равно бывает. Люди ведь и болеют, и в семье какие-то сложности бывают, и настроение бывает не очень. Не надо думать, что там все идеально, все проходит прямо. Нет, все бывает. Просто нет неразрешимых вопросов. Даже когда мы, бывает, ну, не все в наших силах. Реально, управляющая компания не может за всех отвечать. За все и за всех. Но если в доме нет тепла, это не из-за того, что мы плохие, а из-за того, что ресурс не поддается. Вы ближе всех, поэтому... Но мы ближе всех, поэтому достается-то нам. Если там что-то случилось, все равно достанется нам. Неважно, виноваты мы, невиноваты. Поэтому происходит все равно, и срывы бывают, и все бывает. Но люди тоже, когда выплеснут негатив, они ведь тоже понимают, что мы стараемся. Мы стараемся, мы ведь можем там как-то и поддержать где-то, и пошутить, и все. А вам приходится извиняться перед тем-то? Да каждый день, каждый день приходится извиняться ежедневно. Представляете, как я это не люблю? Я перед мамой не извиняюсь. А тут я каждый день должен расплываться в улыбке и говорить, «Упростите, пожалуйста, вот такое вот я недопонял вас». Да, действительно, бывает, у всех сотрудников бывают срывы. Нет ни одного, кого бы это обошло. Диспетчера. Вот мы же все это видим снаружи, внутри. У некоторых бывает, вот поговорит по телефону, просто сидит, плачет. Позвонили, нет горячей воды. У нас в городе идет опрессовка, идут какие-то ремонтные работы, проводит КТК. Виновата управляющая компания. Они сидят, бедные, просто катятся слезы, ее только что таким благим матом покрыли. Она не виновата в этом. И люди не хотят слышать. Они отвечают просто «Мы вам платим, вы живете за наш счет». Третьего не дано. Здесь просто терпение. Я говорю, и всей вот этой команде, это прям вот при жизни можно ставить памятник за терпение. Молодцы. Не каждый сможет сидеть и справляться с этой работой. Не каждый. Очень много приходили, даже девочки-юристы, просто не выдерживают. Хотя у них нет вот такого шквала людей, которые у нас постоянно. Телефон сейчас, у нас с вами карантин, пандемия. Телефон не разрывается у диспетчера. Он звонит каждые пять секунд. Люди дома, люди не поехали отдыхать, все увидели свои проблемы, нам нужно поменять батарею, стояки. Мы с момента того, как объявили пандемию, мы не прекращали работать ни на секунду. Мы не закрывали двери. Мы как работали, так и работаем. Мы максимально стараемся обрабатывать подъезды. Все еще просят, чтобы там обязательно пахло хлоркой. Все просят. Если не пахнет, значит, вы не обработали. Если почитать все рекомендации и купить дорогостоящее средство, оно не имеет запаха. Оно не пахнет. Но действительно обработка была. Что ж, о сложном мире ЖКХ мы говорили с представителями управляющей компании «Мегаполис», с учредителем Юлией Протасовой и заместителями директора Евгением Карачевым, Артемом Капитановым. Пусть все эмоции, может быть, останутся где-то здесь и в эфире. Пусть будет конструктивный диалог, за который вы и радуете, и за умение просто разговаривать друг с другом. Спасибо за эфир. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго.